ребята привет вам привет как вас много как это круто слушайте но я сейчас вместе со своей семьей прям плакала потому что должна признаться что конечно проект последний герой для меня стал прям частью жизни это правда это было круто вы посмотрели мою последнюю серию чем многие я знаю ждали и смотрели наблюдали за тем когда когда я уйду вот мое время пришло и я сегодня смотрела это все и у меня было это было круто ложкин тут у меня ребята прям реально скучаю спасибо читаю ваше сообщение вы знаете честно я не хотела я не хотела уходить с проекта и мне там было классно я если честно понимаю что я вышла с этого проекта тогда когда я наверное внутри в каком-то смысле она преодолела себя съела жуков нашла друзей отдохнула училась медитировать это было круто ребята всем спасибо вы такие крутые так я бы сейчас вышла из этого прямого эфира но мне неудобно я вам обещала поэтому полчаса я проведу с вами спрашивайте меня я буду вам отвечать люди спрашивают что произошло что случилось ребят все хорошо ничего страшного не произошло я здорово у меня все в порядке просто сегодня был последний эфир проект который для меня очень дорог так принимаю тебя давай заходи привет дай меня это сопли я залез думаю а там сопли пипят ты чё ты чё рыдаешь о это очаг я тут вон посмотри отъелся до 4 дня в больнице что с тобой было слушай у меня было подозрение на коронавирус на пневмонию но в итоге короче не подтвердилось я вышел и теперь я нормально себя чувствую только я отъелся на 4 килограмма блин leap я там весь день съел офигеть ну ты чё блин ааа ты очeling ты собой ты молодец аааа Знаешь, такое ощущение, на самом деле, что это было просто, сука, вчера. Да, есть, бывает, иногда моменты проскакивают у меня. Ты побрил, ты помолодел. Офигеть. Ты давай не планируешь, все хорошо, и ты молодец. Ты, блин, ты долго держалась, ты долго прошла, и видишь, люди как-то тебя вот так вот отправили домой. Ты знаешь, самое офигенное, что я реально понимаю, что этот проект для меня, типа, это не как проект телевизионный, а это был для меня такой кусок какой-то жизни, я этого ждала, я к этому готовилась, потом я была там, и, знаешь, у меня не было задачи побеждать там, я прям кайфовала, и у меня... Ну, я рыцаюсь теперь, вон люди смотрят, сколько там, тысячи человек, блин. У меня такое ощущение, знаешь, что я кайфовала, и, типа, этот кайф закончил, как будто, знаешь, это такое ощущение странное. Троянова Янка с нами, ваа, Янчик. Яна, привет. Привет, дорогая. Блин, рыдаю, прикинь, этот эфир. Как сумасшедший просто. Ну, я посмотрел эфир, я посмотрел, как мы с тобой воровали еду. Я была уверена, что этого не покажут, и я сегодня очень смеялась со своей семьей, потому что я говорю, ребята, у меня такое ощущение, что просто монтажера поменяли, поменяли человека, который его монтировал, потому что стали показывать какие-то моменты, которые раньше, то есть не показывали, что мы там что-то пытались украсть, что мы пытались... Ты помнишь, как у нас были какие-то испытания, и мы увидели этот сраный зеленый папайю эту, рвали? Да, 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 да. Это когда мы мешали. Просто жесть. Слушай, ну мы воровали все, что могли. Надо, не надо, потом разберемся. Да, ну это, конечно, ты знаешь, потрясающий просто экспириенс для меня, взглядливаясь в жизни, я вернулась сразу другим человеком, я все никак, я все хочу сделать, какой-то эфир только этому посвященный, хочу сделать какое-то интервью там только этому посвященному. Мне никак не хватает смелости, храбрости, наверное, буду ждать, пока закончится весь проект, и потом расскажу, потому что слишком много спойлеров внутри, слишком много всяких запретных вещей, о которых пока нельзя говорить, и не все мы сможем всегда сказать, но есть какие-то вещи, о которых можно говорить, которые не вошли в эфир, и хочется так поймать. Я думаю, на самом деле, что это было круто. Я сегодня смотрел, короче, этот конкурс, смотрел на него, и я прям смотрел, почувствовал тот вкус этой яичницы, вот этой, которую я у тебя воровал, еще типа, чтобы, блин, поснили что-то, сточить под стол. Это было круто. Да, это было круто. Ну, короче, на самом деле, ну, видишь, я тебе говорил, что давай, хватит лежать, блин, ну, ты умирающая. Я думаю, что ты там умрешь. Слушайте, ну, вы с Женьком, конечно, крутые, потому что я знаю, я еще плакала, я плакать начала, когда я поняла, что вы приобулись для того, чтобы меня поддержать. Я знаю, что вы все договорились, типа, голосовать за меня, так было бы правильно, как бы, и все. Но для меня настолько, наверное, в тот момент, да и до сих пор, я до сих пор понимаю, что, блин, реально круто. То есть, понимаешь, есть люди, вот, например, у меня сейчас в эфире сидят люди, которые привыкли видеть меня, как бы, в красивых платьях. Да, я и такая, и такая. О-о-о-о! Пришел. Ты чего пришел? Все пришел? Алтай, вали отсюда, ну. Алтай! О-о-о! Да, Лиза. Я офигела от того, что, блин, могло бы быть все по-другому, вы могли бы оставить свои мнения. Ты понимаешь, что вы реально охренительно выглядите, как бы, и там в конце такая нарезка была классная, где вы как бы говорите, ну, блин, ну, там, да. Я сказал, я сказал, да, ты плохо себя чувствуешь, надо тебя везти домой. Да. Когда я потом понял, что ты уже нормальная, как бы, я думаю, ну, а что? И Игорь мне одну фразу сказал. Однажды, там, он плох генерал, который не меняет свое мнение. И когда разговор пошел по поводу переобувания, я ему эту фразу напомнил, и говорю, ты же сам сказал. А я, как бы, хотел против нее голосовать, потому что я думал, что она болеет. Он говорит, ну, да, ты прав, в принципе. И на этом, как бы, все вопросы закончились. А вот, а вот, Женька, вы, конечно, подставили пиздец. Женька попал под ваш занятую. Не рассказывай, пусть все дальше смотрят. Дальше будет вообще пипец. Ах, да, вообще. Блин, просто перемешало, крутилось. Просто какой-то, какой-то, а-а-а, жесть. Дальше будет война. Я недавно... Ты так круто меня весь проект поддерживал. Я даже вот сейчас, я сейчас тебе расскажу. Я даже смотрю какие-то вот эти вырезки, которые из синхронов еще, да, заходят. И ты говоришь, типа, ну, она актриса. Ты знаешь, что в этом было много у всех, у каждого иронии, актерского чего-то. Всем хотелось как... Что-то. Но я недавно была на пробах очень крутого проекта. И я пришла туда и думаю, блин, почему меня на этот проект подвали? И мне режиссер говорит, я посмотрел «Последний герой» и увидел персонаж, который мне нужен в фильм. Я увидел вас, персонаж, вот такой вот, знаешь, тихий, типа серый кардинал. Ну вот, видишь, хорошо, что тебе это принесло пользу. Короче, Наташка, у меня садится телефон. Все. Всем привет. Давай, не ной. Она тебя бережет, бережет твое давление, сосуды, вот, ланчик. Это там. И она вон прибежала, она по телефону с кем-то разговаривает просто. Все, ей большое спасибо. Передам. Мужу привет передавай, береги себя. И не плачь, блин, ты молодец. Ладно. Давай, не ной. Пока. Пока. Ой, Янчик, спасибо тебе большое. Я вижу, что Троянова Ян с нами. Моя любимая, моя самая любимая артистка вообще всего моего осознанного мира в кино. Спасибо тебе за поддержку. Такой волнительный день. Жесть. Так, кто тут ко мне еще хочет добавиться? Ложкин! Ложкин! Куда вышел? Так, Ложкин вышел. Ребят, сегодня, конечно, особенный день. Он потрясающий всеми своими проявлениями. Я готова отвечать на ваши вопросы. Что случилось? Сегодня была серия «Эфир последнего героя». И сегодня я в серии ушла. Вот. Поэтому это очень для меня трогательный момент. Этот проект очень был для меня... Он не был для меня телевизионным шоу. Я не относилась к этому как к телевизионному шоу. Я жила там своей жизнью. Уехала туда в изоляцию для того, чтобы просто отдохнуть, получить удовольствие, понять, что такое вообще жизнь. И как мало... Спасибо, ребят. Как мало нам надо вообще для счастья. Это правда. Не плачу. Спасибо, ребят. Слушайте, родные меня отпустили, потому что они знали, что мне нельзя запрещать. Я из тех людей, которые любят делать то, что им нравится. Так, пытаюсь подсоединить. У меня очень много людей, которых я могу добавить в эфир, но я не понимаю, как это сделать. Саня, будь здесь. У меня какой-то тут... Пожалуйста, не уходи. Ах, зараза. Нажимаю, а он не нажимается. Ех. Ёлки-палки. Как же мне это сделать, а? Ребят, пытаюсь присоединить кого-то, но ничего у меня не получается. к сожалению. Что же мне делать-то, а? Спасибо вам большое за поддержку, за... за ваше внимание, за всё-всё-всё. Слушайте, ну что ж такое, а? Ах. Так. Так, это не то. Сейчас, ребят. У меня какая-то с эфиром катастрофа. Я не понимаю, как мне подключить людей. Да, их много, и у меня не получается. Жесть какая, а? Зараза. Кто-то пишет, что я интереснее, чем в фильмах, в жизни. Спасибо вам большое. Ах. Да. Ностальгия конкретная. Слушайте, ребят, отправьте мне, пожалуйста, повторно приглашение в эфир. Саня, отправь меня, я тебе попробую зайти через склейку, которая ко мне придёт здесь прям. Не получается. Не могу зайти. Так. А, нет. Ребят, я не могу никого подсоединить. А, вы поздравите меня с днём рождения. Спасибо. Нет, я не заболела. Я плачу от счастья. О, господи. О, боже. Что ж такое? Не понимаю, как мне подключиться. Да, ребят, представляете, у меня завтра день рождения. Да, завтра я буду отмечать свой день рождения дома. Спасибо большое всем, кто смотрел нашего последнего героя и кто будет продолжать смотреть. Огромное вам спасибо. Я очень вам благодарна. Очень искренне ко всем отношусь. Очень мне приятно, что вы есть и что, да что ж такое. Ребят, ну, простите, это какой-то, какой-то сюр просто с этим эфиром. я нажимаю какие-то кнопки, они у меня с задержкой что-то включают, переключают, я пытаюсь включить в прямой эфир кого-то. Как вы считаете, напишите мне, если я сейчас выйду и опять зайду сразу сделать это? давайте, я тогда сейчас выхожу и захожу обратно и попробую добавить своих друзей. Спасибо.